Что может быть прекраснее зрелище беременных женщин? Это прекрасно даже в мирное время, а уж когда идет война, ничего так не радует сердце, как рождение нового человека. Сегодня у нас в гостях человек, который знает все про это, который, наверное, всю жизнь посвятил рождению новых людей. И это главный врач первого дома города Киева Наталья Гончарук. Врач-акушер-гинеколог. В профессии 26 лет. 7 лет проработала замглавврача Киевского городского родильного дома номер 7. Сегодня возглавляет родильный дом номер 1. Кандидат медицинских наук. Все свое время отдает работе. Признается, стационарная акушерская помощь – это круглосуточное нахождение в состоянии полной готовности. Наталья Гончарук. В программе Наталья Лащенко. Люди. Хардток. Здравствуйте, Наталья Петровна. Здравствуйте. Для меня было очень так концептуально и важно пригласить вас сегодня, потому что правда, когда устаешь от сводок ежедневных о том, что сколько людей погибло, что происходит там на войне, что происходит на фронте, очень важно понимать, что жизнь продолжается. Ну вот просто это там не какое-то литературное сравнение. Это на самом деле так. А вот как сегодня обстоят дела в Украине и в Киеве, в частности, с рождаемостью? Ну, я, наверное, больше могу рассказать про Киев, поскольку непосредственно работаем мы в городе Киеве. Но для начала так, может быть, чтобы действительно отвлечь от серьезности данного момента, все-таки у нас сейчас рождаются дети, зачеты, которые были далеко до всех этих тревожных событий, которые сейчас происходят, поэтому... Мирные дети. Мирные дети, да. Поэтому результаты, отголоски вот тех событий, которые происходят сейчас, мы будем видеть немножечко позже. Это будет конец этого года, вот начнутся уже, может быть, последствия принятия тех решений в семье о том, рожать ребенка, не рожать ребенка, если да, то когда. И следующий год. То есть это уже будет как бы последствия вот этого неспокойного времени. Сейчас это детки, которые... Беременность наступила у мам еще в прошлом году, даже до ноября месяца, я уже не говорю там о январе-феврале, это еще беременности, наступившие в прошлом году до Нового года. Поэтому на сегодняшний день уменьшение количества родов и по нашему роду, и по городу Киеву не наблюдается. Даже есть небольшой прирост, он есть, и немножко больше родов, нежели в прошлом году. Если взять, сравнить там полугодие прошлого года, полугодие этого года, то где-то больше на тысячу родов в среднем по городу Киеву. Но вот в целом по всем родильным домам, которые работают. Я хочу с вами поговорить сегодня немножко о проблемах акушерской медицины, потому что на самом деле у нас очень редко почему-то об этом говорят. Мне кажется, это очень такой важный сегмент в медицине. Тем более, что, наверное, нет вообще людей на свете, которым это было бы неинтересно. Это вообще касается всех. Почему, вот и начну прям вот сразу, почему на таком постсоветском пространстве, в Украине в частности, растет количество бесплодных женщин? Потому что, ну, я помню, там, где-то 20 назад, к сожалению, я это помню, вот, ну, бесплодных женщин, ну, их было единицы, их было единицы. Сегодня это достаточно частая проблема, и очень много молодых девушек с этим сталкиваются. Ну, вот вы вот так вот сказали бесплодных женщин. Вообще это радикально неправильный подход к вопросу. Некорректно, да? Некорректный, абсолютно некорректный. Почему? Потому что нет понятия бесплодная женщина, есть понятие бесплодная пара. И если подходить к этому вопросу, вот, сугубо с профессиональной точки зрения, то я вам могу совершенно обоснованно сказать, что на сегодняшний день женское бесплодие уступает место мужскому бесплодию. И мы рассматриваем такую позицию, как бесплодный брак или бесплодная пара. И когда у супружеской пары нет детей, то правильно абсолютно не перекладывать всю вину на хрупкие женские плечи, а обследовать супружескую пару, которая не имеет детей. Ну, это же постсоветская ментальность. Она же, кстати, считала, что виновата женщина. Но вот эта ментальность, она переходит из поколения в поколение. И если, допустим, там супружеская пара живет там какой-то период времени, там несколько лет, у них нет детей, то, как правило, вопросы обращаются к женщине. Вот почему там у вас нет детей, да? Этот вопрос задается к женщине. А есть же какие-то причины для этого? Потому что цифры действительно растут. Причин очень много. Не важно, там женская бесплодия, мужская. Причин очень много. Это и раннее начало половой жизни, как и мужской части. А на сколько сдвинулось, кстати, вот это вот начало половой жизни? Если, скажем, в конце 90-х это было там, ну, сколько, 14-15? Или даже позже, наверное, 15-16? То сегодня, когда начинается половая жизнь в среднем, средняя температура по больнице? Очень рано. Очень рано. Ну, говорите, не стесняйтесь. Есть моменты, когда мы, может быть, меньше, поскольку мы связаны со взрослыми женщинами после 18 лет. А вот детские гинекологи, которые наблюдают девочек до 18 лет, это и 10-летний, и 12-летний возраст. То есть это очень ранние половые контакты. Это касается и мальчиков. В силу разных причин, прежде всего, как бы, понимания в самом детском мозге, что это дозволено, это доступно, это интересно. К сожалению, это часто бывает. Незащищенные формы секса. Наталья, это как-то связано с гуманитарной сферой? Они много смотрят, там, кино, они много видят в компьютере того, чего раньше дети вообще не могли. Это поступление той информации? Вот это основная причина. Это тоже и недостаточность воспитания сексуального у детей и в семье, и в школе. И я не думаю, что вы сможете сейчас, как человек, профессионально занятый в сфере, там, допустим, телерадио, вещания и так далее, сказать, что у нас есть достаточное количество каких-то интересных образовательных программ вот именно для этого контингента детей. Я, например, вот так вот, чтобы сейчас вот сразу сказать, я даже не вспомню, что такое есть у нас, вот, допустим, на наших украинских каналах, которые в доступной форме, абсолютно не в формате, там, какого-то шоу, а в формате познавательном, вот в доступной форме может преподнести ребенку, там, 12-14 лет информацию о половой жизни, о сексе, о том, как себя правильно вести. То есть, немножечко трансформировалось понимание, в принципе, всего этого. То есть, информационные шлюзы мы открыли, а работать с этими детьми вообще совершенно некому. Да, это та ниша, которая на сегодняшний день практически не занята. Практически не занята. У нас же формально получается так, что, скажем, Соединенные Штаты Америки, это очень протестантская страна, и там церковь объясняет, что хорошо, что плохо, почему можно, почему нельзя, почему ты берешь на себя ответственность за другого человека, если ты вот это делаешь. У нас же получается, что объяснять практически некому. Хорошо, а в чем разница, вот если возвращаться к родовспоможению? Здесь и на Западе, потому что был какой-то момент, когда было очень модно ездить рожать, там, я не знаю, в Париж, в Израиль, еще куда-то, в людей, у которых были средства. А сейчас, по-моему, не ездят, по-моему, здесь уже рожают. Ну, я вам хочу сказать, что действительно есть, как в любых событиях, есть такая волнообразность течения, да. Первое время, допустим, основная, основной поток был связан с, где-то больше, может быть, даже не столько за уровнем и качеством медицинской помощи, сколько за условиями и подходами к своему где-то рождению, да. Вот вы говорите, я там помню, что было 20 лет назад, я тоже, к сожалению, хорошо помню, что было 20 лет назад, я уже работала тогда, я работала в стационаре акушерском. Там была постановка вопроса какая? Абсолютная закрытость, закрытое акушерское отделение, да. Женщины сводились там в одну, там, предродовую палату, где там было их там 6-8 человек, потом был родильный зал с несколькими креслами, потом послеродовая палата, куда деток приносили, уносили там на кормление, после кормления, родственникам можно показать только через окно и так крикнуть, чтобы понимал, что это и кто это, мальчик и девочка. Вася, я хочу домой. Да, Вася, я хочу домой, замотанная такая куколка, которую как солдатик вот в окошечко показали, и все, и в лучшем случае через неделю встретились. На сегодняшний день практически, ну, во всяком случае, в городе Киеве практически все роддома работают совершенно по другим методикам, это и партнерские роды, то есть по желанию пары семейной, это может быть и муж на родах, мама, сестра, там, близкая подруга, и это дает такой фактор немножечко домашности, потому что рядом находится близкий родной человек, который может поддержать там достаточно такую минуту, ну, я считаю, достаточно ответственную минуту, и если это особенно там первые роды, то где-то состояние такой тревоги, потому что женщины, которые рожают, как правило, большинство из них там первый раз находится там в стационаре, и понятие роддома и ассоциация его с больницей, оно, конечно, психологически достаточно оказывает большой эффект. А как вы относитесь к родам на дому? Я, как с профессиональной точки зрения, категорически против, объясню почему. Дело в том, что у нас периодически, опять же, возникают вопросы по поводу так называемых духовных акушерок. Как правило, это люди, не имеющие вообще никакого медицинского образования, потому что ни одна уважающая себя... То есть эти роды в воде и прочее? Ну, роды в воде – это просто отдельный разговор, их можно вести и в стационаре, для этого есть возможность. Но если взять вот роды на дому, ни одна уважающая себя акушерка, я уже не говорю о докторе, а акушере-гинекологе, не пойдет на то, чтобы заниматься каким-то рукоблудством дома где-то у кого-то. Это абсолютно безответственно. Почему? Это касается и здоровья мамы, и здоровья ребенка. И, к сожалению, были случаи и материнской смертности, и детской смертности, когда человек на каком-то этапе понимал, что он не справляется с ситуацией, в буквальном смысле слова оставлял эту семью со своими проблемами вот просто на том этапе, на котором он это понимал. И единственное, что он говорил, то, что вот было правильно, единственное – вызовите скорую помощь. А там уже скорая помощь, куда удастся довести ближайший родильный дом. Это и кровотечение, и травмированные дети, и мертворождение, и состояние, близкие к критическим со стороны женщин с дальнейшими переливаниями крови и объявлениями военных действий. То есть люди, которые ни за что не несут ответственности, но в то же время подвергают опасности человеческой жизни. Ну если вот бывают же и другие случаи, я просто скажу об этом случае, потому что Юрий сам об этом говорил публично. Народный депутат Юрий Стец, который так сложилось, что он вынужден был роды сам принимать и дома у своей жены, у Яны, потому что они не спевали уже никуда. Я знаю, что по телефону вы их консультировали в это время. Так сложилось. Вот что должны знать люди, то есть мамы, папы, если вдруг у них складывается нетривиальная ситуация? Это происходит в дороге где-то? То есть нет поблизости врачей и нет возможности вовремя получить медицинскую помощь? Что нужно делать в таких случаях? Ну, во-первых, в этих ситуациях действительно хорошо, если есть с кем посоветоваться. Следующий момент – это все-таки сориентироваться на местности в пространстве, где есть ближайшие лечебные учреждения. Любого типа. Это не обязательно должен быть родильный дом. Это должен быть медицинский работник. Более того, не нужно забывать, что наши все силовые структуры, как то милиция, МЧС, там кто у нас еще. У них инструкция по этому поводу. Нет, они все имеют минимальные навыки оказания помощи в экстремальной ситуации. Это по сути экстремальная ситуация, потому что она чревата негативными последствиями для, я уже не говорю здоровья, для жизни. У них есть средства связи, у них есть транспорт, у них есть телефоны, у них есть связь с лечебными учреждениями, с которыми они тут же могут связаться. В конце концов, они могут обеспечить беспрепятственное сопровождение для того, чтобы никто не остановил эту машину, мчащуюся на всех парах. И папа в состоянии, когда у него в машине женщина в потугах, его родная жена и его родной ребенок, который должен родиться, у него психологическое состояние, конечно, далеко от идеального. Поэтому это должен быть за рулем человек, который интактен в этой ситуации. Более того, эти люди всегда умеют оказать первую медицинскую помощь. То есть фактически мы должны люди найти либо по телефону врача, либо попасть в ближайшее отделение милиции, если нет, либо в ближайшую больницу, если есть такая возможность. А вот детская смертность, как мы заговорили, детско-материнская смертность. Я понимаю, что цифры ее сегодня значительно меньше, чем были когда-то. Но вот если разложить вот эту температуру по больнице, скажем, по возрастам первое, и по столичной больнице, или районной больнице, или сельской больнице, как вот эти цифры колеблются, как они меняются? Где детская смертность больше, в каком возрасте она больше и так далее? Ну, опять же, тут надо разложить вот этот ваш вопрос на несколько составляющих. Значит, если взять детскую смертность, то, что касается смертности, которая идет по родовспомогательным учреждениям, это так называемая перинатальная смертность. Что такое перинатальная смертность? Это смертность, которая наступает от 22 недель беременности, потому что сейчас критерии изменились. Раньше это было более поздний срок, это было 28 недель, сейчас это 22 недели в течение беременности. И 28 дней после родов. И вот она делится на мертворождаемость, то есть это внутриутробно наступившая смерть плода, и интранатальная смертность, которая наступила в родах. Ранее неонатальная смертность, это первые 7 суток после родов, и неонатальная смертность до 27 дней после родов. Я думаю, что для зрителя это очень сложно на самом деле. Это сложно, но я хочу, чтобы вы понимали. Вот допустим, несколько лет назад, когда мы перешли на вот эти новые критерии, вот с 22 недель и 500 грамм выхаживания детей, то первое время, конечно, было увеличение вот этой перинатальной смертности за счет того, что увеличилось количество детей, маловесных детей, выхаживание которых сопряжено с достаточно большими затратами, сложностями и так далее. То есть это во всем мире так. На сегодняшний день эти показатели... Даня Петровна, какой процент ошибки врачей во время родов в детской смертности и в материнской? Ну, если считать врачебную ошибку, это четко должна быть статус врачебной ошибки, когда он принимается. То есть это последствия этой врачебной ошибки. К чему привела эта врачебная ошибка? Конечно, врачебная ошибка имеет место на существование. Но, допустим, трактовать врачебную ошибку как причину, допустим, той же перинатальной смертности, ну, достаточно сложно. Если, допустим, взять... Вот я можно, я закончу? Да. Если взять вот врачебную ошибку, которая, допустим, могла бы трактоваться как врачебная ошибка, это... Халатность. Это смертность интранатальная, то есть та, которая наступила в процессе родов, когда женщина вот находится перед глазами врача и на каком-то этапе недооценена ситуация, в результате чего произошла вот эта детская смертность. Это вариант возможной, вариант возможной врачебной ошибки. И опять же, тут есть различные ситуации, которые нужно рассматривать каждый в отдельном случае. Окей, я поняла, что этот разговор очень долгий. Как вы относитесь к абортам? Вот у вас есть личное отношение? Потому что есть же очень много людей, которые за запрет абортов. У меня есть мое личное отношение к абортам. Я могу сказать, что я уже больше 15 лет в принципе не делаю аборты, потому что... Потому что это мое личное убеждение. Но мое личное убеждение и в другом плане то, что категорический запрет абортов имеет свою обратную сторону медали. Почему? Потому что нежеланная беременность, она на сегодняшний день существует. И если забрать у женщины право выбора... А какой процент нежелательной беременности, плюс-минус, по вашим оценкам? Ну, если взять вот просто артифициальные аборты где-то вот по соотношению ко всем остальным прерываниям беременности, это и замершие беременности, и самопроизвольные аборты, это где-то колеблется, по разным данным, от 12 до 20%. Ну, высокий довольно. Да, достаточно высокий процент. До какого возраста, вот с вашей точки зрения, можно проводить ЭКО? Потому что сегодня это как бы становится, как мне кажется, все более актуальной эта тема, ну, учитывая, что очень много там есть проблем, так сказать, с беременностями и так далее, вот это вот. У нас на сегодняшний день юридически не определено для клиник... Давайте скажем для всех, может, не все знают, что такое ЭКО, что такое, это... Ну, ЭКО – это распространенное такое название экстракорпорального оплодотворения, хотя это одна как из методик. На сегодняшний день их существует как бы ни одна, ни две и ни три. Вообще на сегодняшний день принято называть это вспомогательными репродуктивными технологиями. Это будет более правильное название. Ну, вот мы так в общем будем называть это все ЭКО, да. На сегодняшний день, то есть в этой ситуации существует медицинская часть и существует юридическая. Юридически не определен возраст, до которого в нашей стране разрешено применение вспомогательных репродуктивных технологий. Технологии. Опять же, в нашей стране определен фертильный возраст женщины, то есть это детородный возраст. У нас он определяется возрастом 15-49 лет. То есть это период фертильности. И вот тут вот уже это на совести клиник, которые занимаются вспомогательными репродуктивными технологиями, не применять их в том возрасте женщины, который выходит за пределы вот этой фертильности. Это касается и здоровья самой женщины, и многих других аспектов. Некоторые журналисты, близкие к медицине или специалисты, даже говорят о том, что по мере взросления женщины возникает, в случае, если она делает ЭКО, возникает риск рождения ребенка с пороками какими-то физиологическими. Насколько это соответствует истине? Это соответствует истине. То есть чем старее женщина, тем больше у нее будет проблем с ЭКО. Это соответствует истине, потому что чем старше супружеская пара, тем больше возрастает риск генетической патологии. С этой целью и делаются скрининги в ранних сроках беременности для того, чтобы уже беременная женщина могла каким-то образом обезопасить себя в плане обследования для того, чтобы исключить эти риски. И если они выявляются, то в зависимости от степени этого риска генетической патологии принимать решение о продолжении этой беременности. Естественно, чем старше супружеская пара, тем количество этих рисков возрастает. И после 35 лет это обязательно проводить эти скрининги в любом случае беременности. То ли это самостоятельная беременность, то ли это вспомогательные репродуктивные технологии. И тут не зависит значительно каких-то достоверных данных об большем количестве генетической патологии. А где это лучше делать? В коммерческой клинике или в государственной клинике? Самое главное, чтобы это было сделано качественно. А как женщине прийти? Вы знаете, сейчас огромное количество гинекологических клиник. Огромное. Стоматология и гинекология, по-моему, и пластика еще, да, всякие косметологические дела. Лидирует. Вот на этом рынке коммерческих клиник. Клиник лидирует. Как женщине определить вообще? Красивая вывеска, красивая мебель. Выходят, как говорил Жванецкий, высокие и вежливые люди в белых халатах. Говорят, пожалуйста, да если у вас деньги, собственно говоря, скажите. И так далее. Как определить пациентки или пациенту для себя? Вот им здесь надо или в другом месте? Ну, на сегодняшний день, я думаю, во всяком случае, в городе Киеве уже сложилось достаточно такое стойкое мнение о различных клиниках. Вне зависимости, это частные клиники или это государственные клиники. Более того, я вам хочу сказать, что акушерством частные клиники занимаются очень неохотно. Это под собой подразумевает огромнейшую, колоссальнейшую ответственность и огромнейшие риски. И в этой ситуации даже, казалось бы, банальное проведение ультразвукового исследования неквалифицированное. Может повлечь за собой достаточно серьезные последствия. Поэтому гинекологии частные клиники занимаются с гораздо большей охотой и с гораздо меньшей охотой. Они занимаются акушерством. Поэтому я вам хочу сказать, что после 22 недель они стараются всячески, как бы, в зависимости, если это там не такие вот достаточно известные частные клиники, которые занимаются этим серьезно, там тот же Добробу, там мать и дитя, там которые ведут беременность. А и как делать лучше? Вот так, а где лучше делать? В достарственной клинике или в такую? Значит, я вам хочу сказать, что в отношении вспомогательных репродуктивных технологий существует государственная программа. И в Киеве она есть тоже. Она гарантирует при наличии абсолютных показаний один бесплатный случай проведения вспомогательной репродуктивной технологии. Все остальные клиники, это частные клиники, те, которые занимаются вспомогательными репродуктивными технологиями. Потому что это очень дорогостоящий процесс. И очень затратный. И в плане финансовом, допустим, государственные структуры без государственной поддержки, без государственных программ самостоятельно не в состоянии выйти. Я слышала очень много страшилок. И читаем мы периодически, что в той или иной частной клинике произошло это или кто. Есть ли какая-то система ответственности у врачей за то, что, ну, за врачебную ошибку в частных клиниках? То есть может ли быть гарантия у человека, что он там где-то найдет правду, если с ним что-то случилось? Конечно. Если есть, если доказана врачебная ошибка, конечно. А легко ли ее доказать? Если есть убедительные доказательства того, что это врачебная ошибка, то да. Потому что у нас есть еще немножечко такая ментальность наша. Вот если там, допустим, все хорошо, то как бы все замечательно и до свидания. А если какая-то ситуация, никогда человек не примет это на свой счет. Даже если взять такой момент, вот допустим, беременность. Ни одна беременная себя не считает нездоровой. А если начинать вот этим вопросом заниматься, выясняется масса экстрагенитальной патологии, на которую никто не обращал внимания. И это делается такое изумленное, в общем-то, состояние и родственников, и самой беременности, и мужа. Никто же не женится на нездоровых женщинах, правда? А нужна роженицам медстраховка медицинская, с вашей точки зрения? Понимаете, медицинское страхование это такой достаточно широкий вопрос. И он касается не только роженицы. Но я вам хочу сказать, что тех страховые компании, которые есть на сегодняшний день в Украине, ну, они побаиваются беременных женщин, потому что это действительно очень большие риски. И в том виде, в котором они сегодня есть, ну, для того, чтобы вам было более понятно, вот когда у вас застрахована машина, и там случилось ДТП, пока вы получите страховую выплату, да? Понятно. Я еще хочу ряд вопросов за этим. Мы уже идем к финалу неуклонно. Вот суррогатное материнство. Очень такой деликатный момент. Вот физическая, моральная, материальная проблема, которая связана с этим. Как вы к этому относитесь, и насколько это, вот, учитывая нашу ментальность, сегодня распространенная вещь в Украине? На сегодняшний день... Мне кажется, на Западе к этому легче относятся. Не везде. Есть страны, где вообще запрещено суррогатное материнство. На сегодняшний день нашим законодательством в Украине четко определено, что такое суррогатное материнство, и кто в этом случае является родителями ребенка, которого вынашивает суррогатная мать. И это во многом, в общем-то, будем так говорить, легализовало, это во многом дало возможность женщинам, которые в силу тех и иных причин не могут самостоятельно выносить ребенка, получить для этого возможность. Можно много говорить о моральных аспектах этого вопроса, но не нужно забывать, что есть различные состояния, которые приводят к тому, что женщина не может выносить ребенка. И вот суррогатное материнство в этой ситуации эту возможность ей предоставляет. На сегодняшний день четко определены показания к суррогатному материнству. Есть юридически-законодательная база. Семейным и гражданским кодексом это абсолютно четко определено, и это дает возможность работать в абсолютно правовом поле, во всяком случае, в нашей стране. А насколько это дорого сегодня? Я затрудняюсь вам ответить. То есть вы не знаете никаких цифр. Это исключительно с применением... Вопрос договоренности, да? Нет, это исключительно при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. То есть это так называемое ЭКО, как вы говорите. И это плюс, ну будем так говорить, финансовая сторона вопроса, касающаяся непосредственно вынашивания суррогатной матери, которая входит в стоимость. То есть это плюсуется из двух частей. Ну и естественно потом наблюдение, условия жизни и так далее. Ну а о каких цифрах вы слышали, по крайней мере? Ну если честно, я так серьезно не вникала в финансовую сторону этого вопроса. А до какого, с вашей точки зрения, как вот акушера со стажем, да, от человека, который принимал роды много лет, до какого возраста, ну самый оптимальный возраст для рода? Ну то есть вот желательно не старше. Ну, будем говорить так, что никто не приветствует, и это достаточно так неправильно, чтобы беременели девочки в 15 лет, да. И нет, не абсолютно, если для этого нет веских причин, чтобы беременеть где-то к 50 годам. Действительно это определено сроками нашей фертильности. Но если взять вот по состоянию здоровья, то это где-то возраст 25-35 лет. Хотя на сегодняшний день такая фактор риска, как возрастной фактор, нами, в общем-то, нивелирован. Почему? Потому что мы все ближе становимся к Европе, даже в этом, потому что у нас женщины, они занимаются карьером, занимаются бизнесом. И к вопросу деторождения, они начинают подходить уже где-то после 30 лет. То есть на сегодняшний день значительно увеличилось количество женщин, как мы их раньше называли, возрастные первородящие. Вот. Сегодня мы от этого термина потихонечку уходим, потому что женщина, которая абсолютно четко спланировала себе беременность в 35 лет, и она это себе спланировала, беременность наступила, и она ее благополучно выносила, это не является каким-то там существенным фактором риска для того, чтобы не дать ей возможность рожать самостоятельно. В финале программы хотите ли вы задать какой-то вопрос? Наверное, да. Задавайте. Ну, наверное, такой вопрос, вот учитывая то, что вы говорите, что так вот, то, что было 20 лет, то, что сейчас, вот как бы, в каком статусе вы себя более комфортно ощущаете? В статусе мамы или в статусе бабушки? Ух, какой странный вопрос. Не знаю, это, я могу только сказать, что это очень по-разному. Это очень по-разному, потому что, ну, потому что по-разному. Я думаю, что так ответил бы, наверное, на моем месте любая женщина, потому что я могу сказать, что второй статус более осознанный, и он какой-то очень яркий, потому что, когда мы рожаем своих детей, мы же, конечно, наше внимание рассеяно, мы хотим делать карьеру, мы хотим общаться с друзьями. У нас очень много желаний, и мы на этом маленьком человеке не сосредотачиваемся так, как надо было бы. Поэтому вот молодым родителям я сказала, что как раз об этом надо всегда помнить, что время летит неумолимо. Сегодня у нас в гостях был человек, который имеет прямое непосредственное отношение к рождению новой жизни. Я считаю, что, с моей точки зрения, это одна из самых лучших профессий на Земле приводить в этот мир, в эту жизнь, еще одну маленькую жизнь, которая потом может измениться на планете. И поэтому, конечно же, это, возможно, врачи, врачи, которые принимают роды, врачи-экушеры, одни из главных людей на Земле. Спасибо большое. Спасибо.